Дамы и господа, приветствую, меня зовут Денис Затченко, и материал этот будет прост. На недавнем мероприятии, посвященном 30-летию кое-какой компании, представитель из сословия инженеров этой компании рассказывал о том, что будущее SSD накопителей за M.2 форматом, и что формат 2,5 дюйма уходит в небытие. И как бы я не хотел с ним согласиться, я не могу. Потому что накопителем вроде EPCR AS350X на 512 гигабайт найдется место еще много-много лет. И я покажу наглядно, где именно. Для начала о самом накопителе. Это один из бестселлеров компании, стоящий где-то 55 баксов или 1500 гривен за версию 512 гигабайт. Это дико доступно, и его я спокойно могу советовать даже в современные бюджетные и среднебюджетные сборки. Его комплект поставки банален, его внешний вид интересен, в отличие от характеристик, которые абсолютно просты. Я прямо сейчас пущу скорости на ваших экранах, и вы сами в этом убедитесь. Очевидно, это не рекордсмен по производительности. Но добавьте сюда цену, и заявку на рекорд увидите сами. Для Windows 10, для Windows 11 и даже для пары игр в довесок он подойдет идеально. Причем, не только в плане последовательных скоростей он хорош, но и кэша у него тоже есть немножко доесть. Теперь вопрос. В чем его нужда? В количестве компьютеров, куда он подойдет. Я делаю этот материал в момент, когда видеокарты стоят дурдомные деньги. Когда за RTX 3090 можно купить автомобиль, а за RX 480 среднебюджетный смартфон. Да, майнеры, да, корова папирус, да, финансовая война с Китаем. Все это накладывается, и неизвестно, сколько еще продлится. И по итогам получаем ситуацию, когда выгоднее прокачать старый компьютер, чем покупать новый. Поэтому встречайте, Люсия. Я хотел назвать его Люсией, но Люсия звучит престижнее все-таки. Это предсборка бюджетного характера, на которой неназванный игрок нашей молодежки наяривает то ли в World of Tanks, то ли в Fortnite. Уже не помню. Здесь установлен жутко ноунеймовский блок питания, который, к счастью, питает исключительно бюджетные компоненты. Например, один из моих любимейших процессоров в мире AMD Ryzen 5 16.00 на стоковом кулере. Да, плюс GTX 1650 и 16 гига оперативки. Абсолютно старый и непритязательный ПК. Но игры идут. Порой на минималках, но идут ведь. И единственное, что его сдерживало, это, по сути, совершенно олдскульная сборка. И я сейчас не шучу. Windows 8 Enterprise. И ужасно старый 3,5-дюймовый жесткий диск в роли загрузочного. Под игры был еще один диск, отдельный, к счастью. Но он был совершенно не лучше. Вплоть до псодов и невозможности ни с того, ни с другого диска загрузиться. Виндой. И били мне челобитную, прося сделать с компьютером магию. И магию я сделал. Выкинул восьмерку в корзину. Пресвятую поставил Windows 10 благословенную. А под загрузочный диск впаял EPCer AS350X на 512 гигабайт. Под игровой накопитель почти что подарил жесткий диск VD Black на 4 терабайта. Жесткий диск, но все же. Суть в том, что компьютер начал загружаться не с полуживого HDD, а со свеженького SSD. Игры стали запускаться в разы быстрее, намного быстрее. Ну, те, которые установлены на SSD-шник, разумеется. А отзывчивость системы повысилась в разы, и да, соды ушли. Вообще. Вопрос. К чему этот материал вообще был? Разве нельзя было поставить вместо EPCer AS350 какой-нибудь M2? Нельзя. Потому что система работала на материнке ASTRAG A320M. Да, M, которая куция, где нет посадочного под M2. Да, вообще. И, разумеется, я пытался установить адаптер на M2 в PCI-Express, что обычно помогает решить проблему, и иногда даже с него можно загрузиться. Но у компьютера просто нет второго PCI-Express достаточной длины. А материнка, я напоминаю, M-версии, укороченная, micro ATX. А поскольку куция мамки такого рода панально дешевле, то их пихают в массовых масштабах во всякие пребилды, и никто ничего не говорит против. Компьютер работает, игры играются, прокачка, никто не парится, все нормально. До тех пор, пока диски не помирают, разумеется. И вот в этом главная причина нужды EPSR AS350X на 512 гигабайт. Бюджетных компьютеров продается в сотни, в тысячи раз больше, чем даже среднебюджетных и тем более премиальных, вместе взятых. В бюджетке не встанет M2, а покупать новую мать вообще нет смысла. И порой даже производительность в играх не так важна, как просто ошибки и скорость при загрузке Windows. Поэтому да, когда выбор стоит между твердотельным накопителем на 2,5 дюйма и ничем, то вы выберете твердотельный накопитель на 2,5 дюйма. EPSR AS350X на 512 гигабайт? Возможно. Но твердотельный накопитель в любом из случаев. И на этом у меня все. В комментариях напишите, какой загрузочный SSD стоит у вас. Какой модели, если это вообще помните. И какой емкости, если это вообще для вас важно. Как обычно, если хотите поддержать ведущего, то ссылочка на Patreon будет в описании под видео. Доллара в месяц будет с головой достаточно, чтобы меня порадовать. Ну, ну а если что, я буду дичайше рад и лайку, подписке и нажатию на колокольчик. А YouTube-то как этому будет рад. И нам будет больше поводов делать новые видео. С вами были Денис Зайченко и канал RoadNation. Спасибо за просмотр. И всем пока.